Здравствуйте, меня зовут Светлана И сегодня мы поговорим на такую тему Где сейчас весна Все уже хотят У всех завести курочек Кто-то на дачах покупает курочку Именно на сезон, кто-то ее оставляет Потом многие у нас знакомые Например, лето кончилось, дальше Они перевозят ее куда-нибудь в другие сараи В городе, чтобы не мотаться на дачу Лично я расскажу, где у нас Можно найти курицу В нашем городе Сейчас уже начали перекупщики продавать Птицефабрик курицу Конечно, находятся на отвратительных условиях И какую курочку выбрать Чтобы вы на этот летний период Были с яичком Сейчас у нас уже туда-сюда весна Можно начать, конечно У нас в основном продают ломан браун Это рыжие курочки Они яйценосные Это кросс Заявлено в характеристиках до 300 яиц в год Но главное нарваться на здоровую птицу Если птицу у вас вы купили здорово Пропоили ее То да, они могут быть, если вы не перекаливаете Хорошими наседками Хорошая у них бывает яйценосность Конечно, у этих курочек Они непривидедливые К холодах приносят Холода переносят Я начинала с этой птицы Холода хорошо переносят Но не забывайте Эта птица росла в клетках Это не каков Вот у нас, видите Куют они добровольно Они сначала будут пугливы Потом ничего страшного Вы когда покупаете Проводите все нужные мероприятия И все будет прекрасно Но еще Не каждая курица Несет у нас яйца Так что много вопросов Как, как, почему Ну, это природа Понимаете Тут с природой мы, конечно же, не поспорим Ну, никуда мы не денемся Также у моих цыплят Не каждый мой цыпленок Будет хорошая яйценосная курица Потому что Когда приходит время проверять Моих кур То бывает, что там даже нет развития яйца Но это показывает только вскрытие И сказать точно Хорошая я не сушка или нет Вы можете сказать точно Если у вас, например, 5 не сушек И вы знаете, что у вас 4 яйца в день Каждую неделю И тогда, да Это вы можете сказать Да, у меня вот эти 5 курочек Шикарно несутся 3-4 яйца в день Это очень отлично А если, конечно, большое стадо То определить вот эту яйценосность Переловить всех Посмотреть Конечно, очень тяжело Вот Есть еще Вот у нас рыжие Есть доминанты продают Но это доминанты помясные Они бывают голубые Серые Какие хотите Вот Они тоже Если при хорошем содержании Тоже хорошо несутся И есть Хайсекс Уайт Это белый Доминант Он идет От линии Легорна Это тоже белая курица Похожая на Легорн С гребешком Который У них наклонен И петушков стоит И курочек наклонен Не могу показать Мои еще слишком маленькие Курочек только покажу Вот Они бывают белого цвета Они несут белое яйцо Яйцо тоже с хорошей шкалукой С хороших размеров Вот Тоже Но они тоже воспитаны В клетках И поэтому Тоже Когда я покупала Когда мы начинали Они ну очень шугались Это было вообще кошмар Они никогда земли не видели И копаться Они не знали Что такое песок Тоже не знали Но ничего Вы купите Дадите им свою любовь И заботу И все будет у вас хорошо Так Это вот что Можно купить на рынке Из пород Самое хорошее Яйценосное Это конечно Легорна Потому что От Легорна Идут все вот эти Линии доминантов Все идут Вот эти кроссы Потому что Легорн генетики Несет ген яйценосности Вот Также и петухи Если петухи Осеменяют курочек Которые Других даже Может хорошее Получится Ну выводят Так же постепенно Породы Берут Петухов Хорошие Тыносливые С разными Курами Скрещивают Чтобы они были Выносливые Ну вот Я достала Легорна Далматинцев Эта курочка Ей 3 месяца Видите Гребень у нее Еще только-только Начал формироваться У петухов Сейчас поймаю Петухи Это конечно Развитие идет 2 месяца Петухи уже Кукарекуют У петухов Их уже 100% Можно отличить Что это петух Не спутаешь Потому что Курочки Они небольшие В любом случае Это Легорн Далматинец Но и так же Легорн Они небольшие Хвосты у них Красивые Весят они Это не мясная Порода Это именно Яйценосная порода Зиму они перенесли Хорошо Они в сарае Были маленькие Я их сюда пересадила Им еще не было 2 месяца Потому что На кухне Там есть ролики Держать было Конечно нереально Они очень подвижные Куры Активные Но и куры Есть куры Мы их пересадили сюда Вот как видите Я думаю К марту месяца Это заявлено При хорошем содержании И при хорошей погоде Они должны занестись В 5 месяцев Но я их торопить не буду Я ничем Не делитесь Не курицу свою Ничем не стимулирую Как говорится Когда занесется Тогда занесется И вот потом Я вам покажу Куры эти не такие Много они не кушают Они у меня есть Чёрные с белым И есть белые с чёрным Тут 2 линии этих курочек С петушками Вот Так что Яички у нас Получатся в марте Мы обязательно покажем Но вот именно Эти куры Или горные Это яйценосная порода Конечно Купить Достать Вот такую курицу Чтоб чистая была Очень тяжело Сейчас вообще Очень тяжело С породами Честно скажу Иди Кушай Вот Они уже тут Привыкают Видите Уже на солнце У меня Тут царай уже открыт Они сами Гуляют Вот Из мясных пород Какие можно купить Если вы хотите Мясо яичное У меня были Австралорпы Чёрная порода Они несутся Конечно Не как вот эти вот Но яйцо у них Такое крупное Но и тушка Набирает Конечно Вески Тухи более 3-4 килограмма Они спокойные Уравновешенные Также можно Если вы хотите Мясо яичное Чтоб у вас Яйцо было И мясо было Например Можно купить Сейчас вот Будут начнут продавать Мясо этих Цыплят Цветных Это например Фоксичек Мастер Грей Вот Они цветные Цветной броллер Это броллер Но это не тот броллер Который растет У нас белый рост 308 коп Которые растут За 2,5-3 месяца И Поэтому Они цветные броллеры Они растут От 4 до 5 месяцев Но я оставляла Несушек От этих броллеров Несушки были Шикарные Да Они кушают много Потому что Это броллер Но яйцо у них крупное И зиму они переживают Бесподобно Потому что Они масса У них там Жирненькое все И Они не мерзнут Вот это Если вы хотите 2 в 1 Например Вот и мясо И яйцо получить Например И Ну Тогда их надо Оставлять на зиму Если вы не хотите Оставлять Берите вот этих На рынке Курочек Которые Скидьте фабрик Сразу уделяйте им Сразу уделяйте им Внимание И тогда будет все хорошо Не пускайте Это на самотек И когда берете Обязательно спрашивайте Про поины Или они чем-нибудь Потому что У нас ничем Не вакцинируют Ничего не делают У нас просто Они там Закупают их за копейки А потом продают Они еще Вдобавок того Что дохнут у многих Они еще заносят Заразу К старой птице Которая у них Конечно была Это я говорю Про опыт нашего региона Многие знакомые Жалуются Что делать Ну просто Больше негде взять Потому что У меня спрашивают Вы будете продавать птицу Нет Товарищи Я с ней с октября месяца И за 300 рублей 350 Как у нас на рынке Продают Я ее конечно не продам И она уже у меня Сейчас туда-сюда Занесется Хотите Цыпляток берите Так Есть еще Если берете Цыплятками маленькими Есть например Ломан Браун Их можно определить Еще маленькими цыплятками Петушки У нас желтоватые Курочки Более Рыжеватые Вот И когда вы берете Цыплятками Даже с птицефабрики Можно уже взять Покопаться Как говорится Не надо вам много петушков Вам нужны курочки На яйцо Вот Тоже Тоже вот эти Также есть много пород Которые аутосексны Это называется Аутосексный ген Это делилось Для того Чтобы на птицефабрике Сразу Когда цыпленок Вылупился Можно было узнать Курочка это Или петушок Потому что Если эта птицефабрика Работает на яйцо То петушков Они конечно Ликвидируют Им же не надо Столько петухов И кормить их конечно Для птицефабрики Неориентабельно И поэтому Вот эти гены Стали внедряться В породу птицы Чтобы легче было Распознать Петушков От курочки Вот Также можно Кучинскую распознать Много пород Которых можно распознать Когда вы покупаете Еще даже На суточном цыпленке Вот Потому что У разных пород Даже развитие Оперения крыла Разное В любом случае Вот Оперения крыла Разное Рост гребня Тоже разный И можно конечно Когда вы покупаете Цыплят Ошибиться И я не могу Точно сказать Когда вот Например Совсем маленькие Цыплята Особенно Если беспородные Вот по этим Было сразу видно Не с первого дня Я скажу Но через 3 недели Было Даже через 2 Видно У петухов Уже начали формироваться Гребни Вот У курочек Еще как видите Показывала Они совсем малюсенькие Эти гребешочки И они отрастут Только вот По сути Через почти что 2 месяца Тогда Когда они начнут Уже нестись Вот Так что смотрите Выбирайте Покупайте Что вы хотите иметь В хозяйстве Яйценосное Мясо Яичное Можно просто яйцо Кто-то покупает Броллеров Вот Броллеров я еще не закладывала В этом году Потому что очень рано Да еще вот холодно Вот Броллеры погонятся Вместе с индюками В апреле Потому что все-таки Я в том году Пробала рано Вводить Ну Холодно Сыро Постилку надо Менять каждый день Ну Трудоемко И в этом году Я остановилась На этом Вот Сейчас я покажу вам Петушка Вот этого вот Который уже у меня большой Ну вот смотрите Вот этому петушку Я брала курочку В руки А теперь это петушок 3 месяца Тихая Они очень активные Петухи И очень сильные Не смотрите Что он маленький Повесный Но петух сильный Посмотрите Как нельзя его спутать Уже на уникак Посмотрите Какие у нас серьги Да Какой у нас гребешочек Гребень такой Тепленький Плотненький И вот видите По сравнению с курочкой Какой разница Поэтому я говорю Вот эти цыплята Они у меня первый раз Ну вот На две недели Можно было сразу сказать Где петух Где курица Вон знаете Какой у меня красавчик Что Что Петухи активные Они очень Почему У этих курей Очень хорошая Оплодотворяемость Петухи очень хорошо Работают Поэтому у них Стоит Даже в заявке Яйца Оплодотворение 99% Вот Петухи очень активные Они не Не большой массы Поэтому легко Запрыгивают На курицу Не такие Драчливые Я вам как скажу Но они все В любом случае Петухи Драчливые Вот Не бойтесь Вот Так что Петухов Я оставила По числу Курочек Своих Вот Так что Начинайте покупать Думать Что вы будете Покупать Какую птицу И обязательно Купили Займитесь птицей Конкретно Не отпускайте Это на тормоза Что вот вам сказали Что она хорошая Всем пропоена Если она пропоена Должна быть справка О том Что она пропоена Если она вакцинирована Тоже должна быть Справка вакцинирована Если хорошие птицефабрики Они ее вакцинируют От бронхита От болезни Юкасла Они должны Конечно Обязательно вакцинировать Вот Можно еще От микоплазмоза Если есть У нас От микоплазмоза Нету Я в своем хозяйстве Провожу вакцинацию Только от Ньюкасла Мы можем найти Потому что Маленький тюбичек На маленькой поголовье Остальные прививки Идут от 1000 голов Мне нерелитабельно Покупать У меня нет Столько голов Конечно В моем хозяйстве Ну вот Как-то так Так Будут вопросы Обязательно Пишите Я вам Обязательно Отвечу Маленький тюбичек